Власти Украины рассмотрят возможность применения видеокамер на крупных площадях, а также использование металлоискателей во время массовых акций, заявил советник главы МВД Украины, депутат парламента Антон Геращенко. В понедельник в результате столкновений возле здания Верховной Рады Украины в понедельник три бойца Нацгвардии погибли, более 150 человек получили ранения. Никто не может ограничивать, право, граждан Украины на мирные митинги. Относительно безопасности я обращаюсь сейчас в Министерство внутренних дел, мэрию Киева для ТОГО, чтобы сделать видеокамеры с высокой четкой фиксацией всех вещей, которые ходят на Майдане, и которые могут проходить возле здания Верховной Рады. «Каждый, кто приходит на акцию, может мирно митинговать, но каждый, кто будет призывать к военным действиям, каждый, кто будет бить людей, должен за это отвечать», — сказал Геращенко журналистам перед заседанием Кабинета министров. Также он отметил, что Министерство внутренних дел будет изучать возможность применения металлоискателей на массовых акциях, однако он подчеркнул, что для этого нужна поддержка общества. Митинг возле здания Верховной Рады начался после принятия в первом чтении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации. Принятие документа вызвало протесты со стороны трех парламентских фракций, а также некоторых общественных активистов. После событий у здания Рады Министерства внутренних дел заявило о задержании бойца добровольческого батальона «Сеч», по предварительным данным, именно он мог метнуть гранату в силовиков. Глава МВД Арсен Аваков считает виновной в беспорядках партию «Свобода», как одного из организаторов митингов. Продолжение следует...